Все, что нажито по сильным турам, наших спортсменов. Бронзовый мяч. Игорь Бришкин. Привет. Спасибо. Пока все. Появление такой выставки является прямым доказательством того, что ФК «Кристалл» стал этой историей. Мне кажется, это первый клуб, который создал музей, музей истории своей, потому что «Кристалл» славится, конечно, победами в лучших соревнованиях Европы, России и мира даже. Здесь представлены все титулы, все кубки, все тарелки, можно так сказать. Впечатления и эмоций масса, честно сказать. На самом деле организаторы большие молодцы, это безумно приятно. И каждый стенд позволяет окунуть в прошлое, это какие-то флешбеки, ты вспоминаешь те или иные моменты, исходя из фотографий, и такое ощущение, что это было как будто вчера. Пришло понимание, что я уже нахожусь 14-й год после того, как я прочитал о том, что я здесь с 2010-го, хотя что-то так-то уже казалось, что я с 2011-го или с 2012-го года, и понимаю, что годков прошло немало. У нас, конечно же, пока что не так много наград, хотя за два года достаточно, но надеюсь, что наша мини-футбольная история, как наша женская, так и мужская команда, будет все больше развиваться и развиваться. Очень круто, что в городе есть не только выставки с зенитовскими трофеями, но и с кристалловскими, что столько кубков, столько трофеев, столько команд. Мне кажется, каждый должен в нашем городе посетить эту выставку. Это очень интересно и очень познавательно. Конечно, каждый титул имеет свое значение, да, каждое чемпионство, это своя история. Мы горды то, что сейчас наши фотографии, наши титулы стоят, можно сказать, в первом музее в Санкт-Петербурге спортивном. Поэтому, я думаю, все ребята, все счастливы. Вот это награда лучшему голкиперу мира по версии Международной Федерации БСВВ. И именно в этих залках я забила так называемый «золотой гол». И мы тогда обыграли в финале «Норманочку» 3-2 и стали чемпионами. Бьет Колесова и добивание Софьи Шемцовой. 3-1, кристалл впереди. Александр, что вам больше всего запомнилось с экспозиции мужской мини-футбольной команды? Ну, конечно же, форма. Форма с комментариями наших болельщиков. Так что это, наверное, самое главное достояние нашего уголка. Здесь представлены награды. Суперкубок. Победа наша в 2023 году. И два игрока получили награды. Молодой лучший игрок, Анна Пирогова и лучший вратарь. Собственно, эта награда моя. Сцент про меня немножко. Это мой игровой номер. Это моя футболка сборной. И эти прекрасные награды я получила в 2014 году как лучший вратарь студенческого чемпионата мира. Смотрим и любуемся. Обязательно приходим на выставку и изучаем все вокруг. Да, на самом деле, все абсолютно запомнилось. И, честно сказать, полный восторг. Я, когда сюда шел, не ожидал, что будет настолько масштабное и глобальное мероприятие. Казалось, что будет как-то все попроще. Но когда начал подходить к каждому стенду и рассматривать каждый кубок, внутри стало что-то переворачиваться. Воспоминания нахлынули. Это дорогого стоит, на самом деле. Я думаю, что немногие клубы, даже большие там «Спартак», «Локомотив» могут вот таким похвастать, скажем так. А ты знаешь такой фильм или мультфильм «Буратино»? Не знаю. А «Черепа втортила» знаешь? Да. А что она «Буратино» желала, помнишь? Не, не помню. Вот я тебе хочу пожелать ее словами, знаешь, юный друг, всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Да, это точно. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так делись. Я вот хочу, чтобы ты всегда оставалась такой же юной, задорной, классной, но при этом, чтобы вот этот музей наполнился, не знаю, твоими фотографиями, твоими достижениями, твоими кубками, как можно скорее. Ну, а вам я хочу пожелать наград в Суперлиге и в Кубке, и в Суперкубке, и еще, как этот, Кубок Лиги, ой. И Кубок Лиги, чтобы вы в следующем сезоне сделали не трэбл, а... А хоть что-нибудь, да, сделали? Все очень здорово и хочется, чтобы побольше 4 клуба «Кристалла» встречались на мероприятиях. «Кристалл» — это, скажу сейчас, на самом деле, великий клуб, созданный Олегом Петровичем. Вот, и... Только победа ждет нас впереди. И надеюсь, что этот зал будет скоро нам мал, что вы будете дальше продолжать наши традиции и побеждать. Спасибо большое. Надеюсь, что мы открываем этот зал, это мероприятие сегодня официально открываем. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ